И начнем мы с самой обсуждаемой сегодня темы. Снегопад с ног на голову перевернул жизни тысяч людей. Снова осадки превратили Иркутск загородные трассы в зону транспортного коллапса. И это несмотря на то, что снега выпало всего-то 2 мм, и это мизер, по мнению синоптиков. Но даже такой объем заставил закрыть на 2 часа федеральную трассу М55 для пассажирских и грузовых автомобилей. В Иркутске перекрывать специально ничего не пришлось. Серия утренних ДТП сковала столицу региона многокилометровыми пробками. По данным портала Яндекс.Пробки, утром в Иркутске зафиксированы 9-10-бальные заторы, причем и в центре города, и на его окраинах. Скорость движения автомобилей на некоторых дорогах была не больше 7 км в час. Из-за этого некоторые пассажиры общественного транспорта предпочли выходить из автобусов и идти пешком. По данным инспекторов ГИБДД, уже к часу дня в Иркутске было зафиксировано 60 аварий. Это при том, что обычно в столице региона за сутки происходит всего около 70 ДТП. При таких погодных условиях нужно обязательно соблюдать скоростной режим, дистанцию, быть аккуратнее, разбежание дорожных транспортных происшествий. Ну и понимать, что плотность потока увеличивается за счет того, что скоростной режим у транспорта ниже. Надо помнить о том, что моментально весь снег убрать невозможно. Работы по уборке улиц ведутся. Поэтому, опять же, исходя из дорожных условий, надо быть более внимательным и аккуратным. Но число аварий доказывает. Некоторые автомобилисты забыли, что живут в Сибири и у них и у нас регулярно бывают снегопады. В такой ситуации лучше не злиться, решили другие водители и отнеслись с юмором к утренним заторам. В интернете сотни иркутян дарили коллегам по несчастью улыбки. Шутили по поводу 11-бальных пробок, сравнивали наши заторы с московскими. В соцсетях автомобилисты желали удачи коллегам на переднеприводных авто и, разумеется, иронизировали по поводу работы дорожной техники.